МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Купаться запрещено. В этот сезон отдыхающих ждут не на всех пляжах столицы республики. Судан заинтересован укреплять отношения с Чуваши. Чрезвычайный и полномочный посол страны посетил республику с официальным визитом. На рабочей встрече Надир Бабикер и Михаил Игнатьев обсудили детали двухстороннего сотрудничества. Подробности в следующем материале. Экономические связи Судана и Чуваши пока только начинают развиваться. Послы этой африканской страны в республику не приезжали ни разу. Надир Бабикер уверен, что по итогам визита будут определены точки взаимодействия. Лично я познакомился с Чуваши во время презентации республики в Министерстве иностранных дел. Тогда я обратил внимание, что в республике развивается множество направлений, где можно наладить взаимодействие. Делегация из Судана посетила ряд крупных предприятий республики. Не исключено, что африканскую сторону могут заинтересовать электрокомпоненты и трубопроводная арматура, которую производят президенты индустриального парка. Прорабатываются и вопросы о поставке солнечных модулей из Новочебоксарска. Сейчас в Судане развивают альтернативную энергетику. Это один-единственный завод в России, один-единственный завод. И практически работают там все наши жители, наши студенты. Президент России Владимир Бутин ставит перед нами задачу, чтобы межрегиональное сотрудничество между Россией, между регионами Российской Федерации и провинциями республики Судан дальше развивались. Это и между должностными лицами органов власти, государственной власти, муниципальных образований, но и между предпринимательским сообществом. Международный обстановок и международные отношения очень благоприятные для межрегионального сотрудничества, я хочу сказать. Товарооборот между провинциями Судана и регионами России увеличивается. По итогам прошлого года он достиг отметки 430 миллионов долларов. Главный источник доходов Судана – сельское хозяйство. Зарубежным аграриям необходимы передовые технологии. В республике они намерены закупать средства защиты растений. У нас мощное производство, и эта продукция продается даже в страны Евросоюза. В республике сейчас обучаются и студенты из Судана. Желающих получить диплом в Чувашском вузе становится все больше. Глава региона заметил, что квоты для иностранцев могут быть увеличены. Стороны намерены развивать и медицинский туризм. Лечиться в Россию каждый год приезжают более 2000 пациентов из Судана. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. С конца апреля в Чебоксарах запустили садовые маршруты. Об организации пригородных перевозок и других сезонных задачах говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. Всего по республике в течение года курсирует более 20 пригородных и 5 городских маршрутов. Но весной потребность в дополнительных автобусах значительно увеличивается. С 28 апреля дополнительно открыли 10 садовых маршрутов. Это больше, чем в прошлом году. Увеличивается и пассажиропоток на других видах транспорта. У нас активно пользуются наши граждане пригородным пассажирским, железнодорожным транспортом. Как раз с майских праздников стали активно передвигаться пассажиры до садовоческих товарищей на железнодорожном транспорте. И с 1 мая открыто пригородное сообщение на прогулочных рейсах на водном транспорте. А с 1 июня по соглашению, которое Рэйчфорд заключает с городом Чебоксара, с 1 июня начнутся перевозки до Сосновки. Весной работы прибавляются не только у дачников, но и у дорожников. В период таяния снега, паводка на некоторых дорогах республики появились серьезные дефекты проезжей части. В этом году в связи с большим количеством снега в части региональных дорог есть, даже там, где были проведены ремонтные работы, определенное разрушение платно, пучинистость серьезная. Подрядчики с пучинистостью реально борются. Это на автодороге Аниш, это на дороге Шихазана-Калинина, 5-6 мест таких нехороших. Глава республики Михаил Игнатьев акцентировал внимание на том, что все дефекты необходимо вовремя исправлять. В ближайшее время масштабные строительные работы начнутся по всей республике. Чувашия участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому в регионе должна повыситься безопасность дорожного движения, уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий, отметил глава республики. На совещании обсудили и инцидент, который произошел на прошлой неделе – драку между подростками возле театра оперы и балета. Заместитель министра внутренних дел по Чувашии Леонид Вакс озвучил предварительную информацию о конфликте. Сообщение о конфликте поступило в органы внутренних дел от Игнатьева Ивана Михайловича, 97-го года рождения. В ходе конфликта телесные повреждения получили два несовершеннолетних. Игнатьев в конфликте участия не принимал. Телесные повреждения ему и он никому не наносили. После начала конфликта Игнатьев разнимал участников. Все участники конфликта между собой знакомы, так как учатся в одном учебном заведении. В настоящее время двое из участников конфликта получили незначительные телесные повреждения. Проходят судебно-медицинские экспертизы. Результаты ждем завтра. И я думаю, в течение недели решение будет приедет. И органы прокуратуры проведет его законность. Еще в феврале в Чебоксарах задержали жителя Ставропольского края, который продавал наркотики. А в 2014 году воевал на стороне украинских националистов против населения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. И вот новые факты. Его подозревают в реабилитации нацизма. По версии следствия, в декабре прошлого года Ильин разместил на своем аккаунте в одной из социальных сетей в интернете под вымышленным ником информационный материал, содержание которого направлено на реабилитацию идеологии германского нацизма. Этот факт подтверждается заключением комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы и был выявлен в ходе расследования, ранее возбужденного в отношении него уголовного дела по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Расследование продолжается. В Чебоксарах появилась аллея предпринимателей. Ее заложили в минувшие выходные. В торжественной церемонии принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Каким деревьям отдали предпочтение чебоксарские бизнесмены, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Краткий инструктаж от экологов и трудовой десант принимается за работу. Аллею предпринимателей было решено заложить в индустриальном парке. Количество его резидентов увеличивается на очереди открытия восьми заводов. Но необходимо улучшать и окружающую среду промзоны. Город Чебоксары, знаете, что такой достаточно зеленый город, поэтому здесь пока не обжитое такое пространство. Но надеюсь, что это будет началом. На аллее предпринимателей посадили голубые ели и липы. Всего 60 деревьев. Свою лепту в благоустройство индустриального парка внес и глава республики. Это всегда хорошее, доброе дело. Каждый молодой человек в своей жизни должен посадить десятки деревьев. Но самое главное, тут душа и сердце. Природой надо дружить, природу надо любить. Не боясь испачкать деловой костюм, за лопату взялся и посол Судана. Надир Бабикер говорит, что липы и голубые ели – для него экзотика. На родине дипломата чаще всего сажают нимы. Дерево ним для жителей нашей страны священное. Сажать деревья в нашей стране приглашают только самых почетных гостей. Закладка аллеи предпринимателей в Чебоксарах станет символом дружбы между Чувашской республикой и Суданом. Саженцам необходим постоянный уход. Затем, как растут деревья, пообещали следить работники предприятий. В ближайшее время в индустриальном парке должны появиться и другие аллеи. Начало положено. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Сегодня в Чувашском государственном университете открылась международная конференция, посвященная этническому многообразию России и 170-летию чувашского просветителя Ивана Яковлева. В ней принимают участие преподаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских организаций, аспиранты, магистранты, учителя. 470 страниц заняли статьи в сборнике научной конференции. Авторский коллектив представлен учеными и специалистами из десятков российских городов и даже зарубежья. На каждой странице размышления о роли и влиянии великого чувашского просветителя на формирование нации. Иван Яковлев внес большой вклад в развитие этнического многообразия России. Его педагогическое наследие не теряет актуальностей сегодня. 150 лет тому назад в Симбирске зажег факел чувашского просвещения, организовал чувашскую школу, ставшую впоследствии центром просвещения и культуры подготовки учительских кадров. Деятельность Ивана Яковлева обеспечила интеллектуально-культурное развитие народа, да и народности. Заветной мечтой просветителя являлось достижение равноправия и дружбы народов России. Два дня участники конференции будут обсуждать вопросы этнического многообразия России и завещания великого просветителя. Запланирована лекция, работа по секциям. Чуваше сердце Волги. Проект с таким названием представила наша республика на экспертную оценку в Москве. Там прошла защита инвест-проектов, разработанных регионами России, для включения в программу Ростуризма. Об итогах поездки говорили на городской планерке. Более 50 регионов России представили на суд рабочей группы свои планы. Все они хотят попасть в перечень мероприятий проекта развития внутреннего и въездного туризма 2019-2025 годы. Нашу республику представляли председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Создание туристского кластера Чувашия и сердце Волги – приоритетный инвестиционный проект республики. Он включает в себя два направления. Чувашия – центр оздоровительного туризма и Чебоксары – центр речного круизного туризма. В 550-летию города и столетию чувашской автономии предполагается сделать акцент на создании привлекательной речной витрины города Чебоксары, которой станут берега реки Волги. Но у субъекта шансы неплохие. Можем привлечь еще более 1 миллиарда рублей. Решение будет принято в ближайшие месяцы. Но, как уже отметил, можно привлечь эти средства как на Красную площадь, так и на набережную. Но одно из условий – это завершение объектов, которые мы начали реализовывать в рамках программы 2011-2018 года. Мы знаем, что ведется исполнение набережной. А самая главная проблема – это по парку в Сыгрете. И скоро у нас объекты не введены в эксплуатацию. Теперь задача у парка – ввести в эксплуатацию оставшиеся объекты. Срок до конца июня. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Не за горами начало купального сезона. На городской планерке в администрации столицы Чувашии обсудили подготовку пляжей к лету. Все ли готово и какие есть проблемы, расскажет Юлия Важенина. Май в этом году уж больно похож на летний месяц. Уже почти неделю столбик термометра поднимается до плюс 20. А в выходные можно было заметить и первых отдыхающих. Горожане играли в пляжный волейбол, катались на велосипедах и даже загорали. Но официально купальный сезон открывается 1 июня. Сейчас на пляжах активно идет подготовка. На территорию пляжа Центральной будет завезено баржем 1800 тонн речного песка. Работы по разравниванию песка будут завершены до 25 мая. Произведена очистка прибрежной зоны от мусора и топляков. Проводится лабораторное исследование песка в качестве воды, акватории, пляжей и питьевой воды из фонтанчиков. Полицейские посты, круглосуточное патрулирование, кнопки экстренного вызова. Охранять территорию будут по всем правилам безопасности. Есть и проблемы. Из четырех городских пляжей Владимир Филиппов предлагает открыть лишь два – Центральный и Левобережный. Что касается еще двух – Афанасьевского и Новосельского, то там идут реконструкции набережных. Главу администрации города такой вариант не устраивает. Задействована тяжелая техника, экскаваторы, самосвалы. Но сами территории городских пляжей в этом не задействованы, не свободны. То есть, по большому счету, люди, которые попадают на пляж, находят в своей безопасности. Но сам проход до пляжа, он занят техникой. Алексей Ладыков поручил изучить вопрос и предложил строителям работать по будням, а выходные открыть пляжи для всех желающих. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах прошел бал юных дипломатов. Этим красивым событием завершилась очередная сессия Международной школы молодежной дипломатии МГИМО. Дипломат должен уметь вести не только переговоры, но и светскую беседу и партнеров танца. На бал пригласили тех, кто успешно справляется со всеми пунктами. 100 лучших участников сессии Международной школы молодежной дипломатии. В программе у ребят были дебаты и поединки, лекции об отношениях стран Запада и Востока, ситуации в Сирии, дискуссии о высылке российских дипломатов из ряда стран и уроки вальса и полонеза. Чем привлекает дипломатия? Дипломаты решают судьбу страны. Это ни для кого не секрет. На самом деле это интересно, уметь разбираться в дипломатических делах, узнавать что-то новое. Настоящий дипломат должен уметь все. Уметь выдержку, уметь хорошо себя представить и подать хорошие примеры другим дипломатам. Программа Международной школы молодежной дипломатии МГИМО реализуется в Чебоксарах при поддержке администрации города. Основная задача – профориентация старшеклассников. Знаете, иногда за пятью большими буквами МГИМО ни дети, ни их родители не видят сути, кем потом они будут работать и чем будут заниматься. Вот наша задача – все это дело правильно рассказать и правильно ребят сориентировать. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин